Пригожин и Кадыров рассорились. Рассказываем, как изменились отношения дорогих братьев в последние месяцы. Евгений Пригожин ответил на критику соратников Рамзана Кадырова. Основатель ЧВК Вагнер, ранее усомнившийся в том, что бойцы Ахмата могут освободить ДНР, не стал отказываться от своих слов. Отвечая на предложение встретиться с представителями чеченских властей, Пригожин заявил, что его телефоны известны всем участникам дискуссии. Все началось с того, что 31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы должны освободить целый ряд населенных пунктов в ДНР, началось наступление подразделения Ахмат, нам надоело ждать, написал он Капсом. По словам Кадырова, приказы о начале наступления получили не только подразделения в ДНР, но и те, которые находятся в Запорожской и Херсонской областях. Пригожин в тот же день заявил через свою пресс-службу, что у Ахматов-ЦЕФ есть силы для освобождения определенных населенных пунктов. У них же не стоит задачи всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать, сказал бизнесмен. Ответ прилетел сразу от нескольких соратников Кадырова. К Пригожину обратились депутат Госдумы Адам Далимханов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов. Далимханов выпустил видео, в котором назвал Пригожина Женей, припомнил ему потеречок при взятии Артемовска, украинское название, Бахмут, и несколько раз повторил, что основатель военной компании может связаться с чеченскими властями. Когда будет угодно, обозначить место, время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Депутат добавил, что Пригожин кричал и орал о нехватке боеприпасов на Артемовском направлении, хотя получал от Минобороны больше, чем кто-либо. И несмотря на это, столько жертв, столько погибших, посетовал Далимханов. Спикер Даудов обвинил Пригожина в создании панических настроений и также предложил ему встретиться и поговорить по-мужски. Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты и вертолеты, 50 тысяч бойцов, предостерег Даудов. А спецназовец Алаудинов написал, что его подразделения могут полностью занять ДНР, да и вообще выполнить любую поставленную задачу. При этом, по его словам, если отношение друг к другу было братским, то нужно придерживаться этого до конца, а не пытаться тыкать пальцем и делать какие-то движения. Поэтому оставьте спецназ Ахмат в покое. Не надо пытаться его оценивать, напутствовал командир. После этого появилось обращение командира ЧВК Вагнер Дмитрия Уткина, позывной Вагнер, по которому и назвали группу. Он обратился к спикеру чеченского парламента Даудову. Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на ты и Жене, защитил командир Пригожина. Поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем еще с Первой и Второй войны в Чечне, добавил Уткин. Сам Пригожин не стал отказываться от своих слов об Ахмате. Что касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои, в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться, пояснил основатель ЧОК Вагнер. До этого публичный конфликт между Пригожиным и чеченскими властями произошел в начале мая. Тогда бизнесмен пригрозил вывести ЧОК Вагнер из Артемовска после Дня Победы. Причиной он назвал дефицит снарядов и большие потери личного состава. На фактический ультиматум Минобороны отреагировали в Чечне, Кадыров заявил, что подразделение спецназа Ахмат готово выдвигаться и взять под контроль Артемовск. Он даже написал письмо Владимиру Путину с просьбой отправить туда чеченских бойцов. Глава Чечни усомнился в заслугах самого Пригожина. Ты говоришь, что ты взял Попасную, но я тебе официально заявляю, что там участвовали мы все. И в других местах, где тебе было плохо, ты обращался к братьям-чеченцам, сказал Кадыров. Наконец, политик стал давать советы к Вагнеру. По его словам, в Артемовске нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет. В итоге 20 мая Чечни Вагнер объявил о взятии Артемовска, а спустя пять дней, о начале отвода из города своих сил. Тем временем конфликт Пригожина и Кадырова никуда не исчез, и похоже, нас ждут новые выяснения отношений между дорогими братьями. Именно так Кадыров называл Пригожина совсем недавно. Они даже вместе выступали против генерала Минобороны Александра Лапина. Но это уже другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok